Цистерны не опломбированы, нет необходимых ветеринарных документов, качество продукта вызывает вопросы. Представители Россельхознадзора и прокуратуры Аликовского района провели рейд по пунктам приема молока. Их сопровождала и наша съемочная группа. На молокоприемный пункт цистерны начинают заезжать с раннего утра. Пока никто не ожидает здесь появления представителей Россельхознадзора и прокуратуры. Тем более, что сегодня они специально вышли в рейд не в форуме, а в штатском, чтобы не спугнуть водителей. Когда же стало ясно, на пункт приема молока пришла проверка, водители исчезли из своих кабин. А единственный представитель предприятия уверял заместителя прокурора района, что вокруг ровным счетом ничего не происходит. Молоко вот здесь уже прибывает с 7 часов сюда. С 8 приемкой начинается. А приемка с 8? Хорошо. Пока руководство никто не придет. Сегодняшний день, тем более, в выходной. Потом он резко стал санитарным. Только табличку на воротах повесить забыли. В итоге к уже заехавшим молоковозам никто из приемщиков подойти так и не решился. Вы сегодня молоко принимать не будете, я так понимаю? Да, да, да. Не буду принимать. Ага, хорошо. Зато цистерна внимательно изучили представители Россельхознадзора и прокуратуры. Ни одна из них не была должным образом опломбирована. Где-то пломба вообще отсутствовала, а где-то висела ее имитация. Ветеринарных документов на молоко никто не предъявил. Специалисты поставили под сомнение качество такого продукта. Слишком часто лабораторная экспертиза подтверждает, молоко неизвестного происхождения лучше не употреблять. Так, например, в отобранных пробах в одном из обществ Валиковского района было выявление допустимой нормы КМФАМ, то есть количества мизофильных, аэробных и факультативно-анэробных микроорганизмов. Значит, было отобрано тогда семь проб и все дали положительный результат. Виновных привлекли к административной ответственности, что самое обидное, некачественным оказалось молоко чуварских производителей из Аликовского, Бурнарского, Ядринского и Красноармейского районов. На этот раз внимание проверяющих привлекли вот эти пластиковые емкости. Представитель приемного пункта назвал молоко в них небирочным. Это как, изумились эксперты. Например, вы у вас корову держите, у вас укол плановый, по носу коровы, по-другому объяснить вам. Но куда это молоко будете сдавать? Какое молоко вообще не сдают? Да. Какое молоко вообще не сдают? Как нам пояснил сотрудник указанного молокоприемного пункта, что данное молоко собирается отдельно, ввиду того, что коровы, которые там, ну, сдаяно было это молоко, были привиты или сделаны уколы. В этой связи они идут на отдельную переработку для изготовления сыра и изготовления масла. Я полагаю, что в данном случае данное молоко не должно было быть вообще пропущено на территорию молокоприемного пункта. Тут же все молоковозы с территории базы как ветром сдуло. Будто и не собирались они сдавать молоко, а так мимо проезжали. Результаты проверки неутешительные и визит представителей надзорных органов здесь явно не последний. Специалисты говорят, для них главное не налагать штрафы, а навести порядок в сфере приемки молока. Ведь молочными продуктами питается все население республики, в том числе грудные дети. Поэтому качество должно быть под особым контролем. Валентина Алексеева, Леонид Петров, Вадим Владимиров. Вести Чуваши.